Привет, зритель! Я вдруг решила записать для тебя, как я мою тут решётку. Я даже перчатки нашла, потому что мои как-то это... Одна мокрая, другая не совсем. Короче, случилось так, что вчера немножко качали мёд. Со дуванов. Видимо, когда я её выворачиваю. Мне надо вообще как бы на левую руку, потому что у меня та, которая на левую руку, почему-то мокрая изнутри. Потому что она, конечно, дырявенькая по каким-то причинам стала. Я не знаю, есть ли при луках приличные перчатки резиновые и вообще есть ли они там. И ко мне в ближайшее время никто не поедет, к сожалению. Ой, ах! Так вот, качали мы вчера мёд. И на меня... Мне дали задание. Помыть медогонку. А я впервые в жизни мыла медогонку. И то неполноценно. А что я лоханулась так? У меня же она на любую сторону, на любую руку, это перчатка. Ну хрен с ним. Она уже тоже слегка мокренькая, походу. А нет, это там мокренькая есть. А теперь вот так мокрая. Не делайте это так дома сами. Не вытирайте тряпку, в смысле, на ободельку, которая на вас одета. Мокрую руку. Короче говоря, Года два назад я сама мыла решетки. Так получилось. А Крутилку И медогонку я ещё ни разу не мыла. У меня тут Горячая вода. А то я уже вымыла решетку. Я ещё подумала включить камеру, Ну думаю, блин, я же уже это Все лапы-то У меня уже Мокрые, это всё. Надо всё заново Мыть. Ну в смысле это Вымыть сначала руки. И я сейчас ещё даже Присесть решила. Короче, чистой тряпочкой. Изначально эта тряпочка была Покрывашкой. Но на покрывашке случилась дырочка. Я, наверное, в шорт или на эту камеру, Не помню, Говорила. А может, пиреги писала. Когда мангал пыталась раскопить первый раз. Мне эта тряпочка очень помогла. Так вот, у меня остался кусочек Очень хорошей тряпочки. И я её так думаю, Ну мало ли там пригодится Хорошая тряпочка протереть, Чё вытереть. Назвезапно выбыть. Получилось. У нас такая тема. Я думала, такая медогонка только у нас. Но, видимо, это вся серия такая была Медогонок в своё время. Может, у женщины, у которой я беру молоко, Козья, выдрях. Тоже жаловалась на свою медогонку, Потому что после каждого Скачивания мёда Её надо мыть, А потом хорошенько просушивать, Иначе из неё какая-то чёрная пузня вылась. Так вот, у нас была отличная медогонка. Потомственная такая, ещё, наверное, бабушкиного отца. Ну так и есть бабушкиного отца. И вот моя бабушка, старшая сестра Из всех этих сестёр, Может быть, как принято в переводах сейчас, Манг, Манг и так далее. Старшая дочь. Дома Смирновых, которые были первоначальниками пчеловодства В деревне Хамина и вообще по Углическому району. Овца, что меня мониторит. Спасибо, что ты меня мониторишь. Прости, что я называю тебя овца, Либо не прощай. Которая в своё время сказала, Что пчеловодством занимались и ранее, Но вот в Углическом районе Это пошло с деревни Хамина. Потому что прадед мой Что висит на стене в портрете В рамочке Портретом в рамочке Двойным таким Фото разных С разных времён, короче говоря, Был учителем пчеловодства В местном училище Даже есть какая-то фотка С выпускниками этих пчеловодов Ну, короче говоря, У нас была обменяемая такая медогонка А моя бабушка страдала тем, Что однажды отдала без спроса Моего, надо мне их, или нет? Мои лыжи и мамины. Я собралась куда-то прокататься Девчонка этой мой знакомой. Только собралась выходить. А лыжи-то окаться уже года два, Как без моего ведома. Дали соседке, которая мешала спать бабушке, С которой бабушка стабильно собачилась. Вот лишь бы не мне, короче говоря. Бабушка у нас была сказочная женщина. Умная, хорошая, добрая, Не всегда где надо. И она отдала темедогонку Своей младшей сестре. Ну, как бы та была самая младшая. Одиннадцать лет разницы. Папу своего практически не помнит, Потому что папа ускакал на войну Великую Отечественную, Хотя мог бы и не ускакивать. Ну, как бы и тут был нужен пчеловод. Профессионал. Так вот, ту медогонку в памяти о папе, Уж не знаю зачем, Маруся отдала своей младшей сестре. А у нас медогонка ее старшего брата, Старший брат, Старший сын семьи Из клана Смирновых пчеловодов Из деревни Хамена. Да, да, я стыгусь. Он единственный при этом был, Но старший сын. Короче, своего брата медогонку Вот это вот недоразумение. Она оставила нам. И вот после каждого меда скачивания Надо ее мыть, блядь, Горяченькой водичкой. С чистой тряпочкой. Потом окачивать пару раз и шланг. А потом сушить несколько дней на солнышке, Иначе из нее какая-то черная хрень ползут. И если влажность повышенная, Как в этот раз была, То эти черные капельки Иногда наверху медогонки возникают. И надо их вовремя углядеть и вытереть, Чтобы они в мед не попали. Они как бы безвредны. Но такой мед уже только себе, А не на продажу. Да и то малоприятно. Ну, в смысле, нахрена. Так вот, Если погода С повышенной влажностью, То хоть неделю на солнце Суши эту медогонку, Все равно эта хрена тень проявляется. А если погода с пониженной влажностью, То все ништяк. И вот зритель, Если тебе нравятся мои деревенские влоги, Кстати, Амина, спасибо за донат, Огромная, преогромная. Это в титрах тоже укажу. То ты можешь задарить мне медогонку. Можешь скинуть даже так. Хочу, типа, Чтоб ты засняла ее в действии. Если мои родственники, Придем, будут против быть мордами лица в кадре, А я думаю, они будут против. Я их запикаю, А может быть, просто засниму в действии, Без них уже. Ну, бывает так, что Они торопятся вечно куда-то, Почти всегда. И мне оставляют медогонку на... Годом назад, Или в прошлом, Или в позапрошлом такое. Ну, и периодически тоже так было. Оставляли мне медогонку. Вместе с сестрой, Это мы с кем-то ставили. На диван. И я ставила рамки, Переворачивала их, Откачивала. Уже, скажем так, Очищенные. Ну, в смысле, Чистые, уже готовые К скачиванию. Медогонку, Которая стояла на диване, И качала, И крутила ее. А потом, соответственно, С нее стекал мед. Когда я вон тот крадик открывала. Вроде он должен быть Немножко в кадре. Так вот, Если ты захочешь, Чтобы я Твой подарок В виде медогонки К моему каналу И Нашему семейству, Нашему общему семейному делу Показала в действии, То ты можешь это указать В качестве Бонусного сообщения. Ну, допустим, Кто-то донатит И говорит, Ну, донат там Или подарок. Хочу типа СМР с птичками. Я пишу СМР с птичками. Привет, Тоня. Он однажды Будет на канале В смысле я еще У меня так получилось, Что у меня больше пока Не было времени Не помонтировать, Не даже потайпить Вообще особо ничего. Даже в гамаке Толго поджать Не было времени. Ну и, короче, Это Ты можешь так задарить Мне медогонку И сказать, Лёля, Вот тебе медогонка. Живите дружно и счастливо. И не мучайтесь Каждый раз После скачивания Кстати, Кстати, этот мед был Хоть его и немного было, Но все же он был Из одуванчиков И То, что рядом То, что в этот момент С одуванчиками вместе цветет. Короче, Я забыла, что там цветет. Там, может, Полевая герань цветла, Долговая герань, Колокольчики И прочее Я требухаю И считываю, Что у нас еще что-то Колокольчиков С одной стороны Пасеки Самосевом Так как-то Прилично наросло Я тут Там как-то шарстала Да еще И пастущая сумка Выперлась Так вот Ты мне задали Шутилм Зрителю Медогонку И скажешь Не мучайтесь, Лёля Ты и твое семейство И Начали качать Вот кто это было Начали качать Все лето Ну Весь сезон Пчеловой накачали И только уже потом В конце Когда рамки Выставляешь на сушку Уже никакого Меда нету Весь мед У пчел В гнездах На гнездовых рамках Больших таких Одна гнездовая рамка Вот сюда помещается А так Две магазины И Мой свою медогонку Уже в конце сезона А не после Каждого скачивания Это будет очень круто Года четыре назад Я видела какую-то фирму Которая за обзор Давала медогонку Но у меня тогда сказали Да ты шо Шоб мы это типа Снимались С этим год А на следующий год Они забыли Что они были против Сказали Да мы не помним Про такое Мы бы с радостью Лишь бы у нас была Медогонка Учитывая что все равно же В пчеловодном костюме В шляпах Там хрен поймешь Кто Потому что В прошлом году Заходит в общем Моя близкая родственница Номер один По линии мамы А потом за ней Ну Близкая родственница Номер два По линии мамы Сестра Короче Я так это говорю Это ты Или не ты Думаешь Что это близкая родственница Номер один Тогда что это А оказалось Это сестра В общем Прикинь к пчеловодным Можно вполне не понять Что это за человек Перед вами Эм или же Тот или другой Вот так по моему говоря Я ее и отмыла Вот здесь только Надо еще потереть С этой стороны И останется мне Еще одна решеточка Ну Кто-то как-то просил Видео с уборкой Я не помню Писала я видео С уборкой Или нет Кто-нибудь знает У меня столько Этих видео наказали Я еще вчера Что-то Кабисонницу Ловила Уснула Три С чем-то Даже Приспичило мне Думаю Надо Наверное Это сказки У костра Зачитывать А потом подумала Какие нахрен сказки Я ж не помню Что я зачитывала Что есть на канале Что нет Что еще не смонтировано Надо Надо наверное Не зачитать А то этого Глебушку пока ждешь 300 лет пройдет А он еще С конца 2008 Обещал мне Эти Зачитку Эни Под фоновое Углопление Углопление Как звать Подкаст Раз уж Ютуб Позволил Наконец-то Такую возможность Сделать Эни Как раз Там три части Третья часть Так как бы Не дописана Такое Многоточие Я не помню У меня были тогда Какие-то идеи Или черновики Но благодаря Глебушке Я тогда Отредактировала Разом Довольно быстро Вторую И третью части Доработала Он-то меня Нашел По первой части Или нет Так вот Нашла я Вообще Рассказки Ткнулась В список Литературы На примечаниях То есть Кто думал Блин Я уж вообще Не помню Кто есть Кто Ладно Там по именам Вот Имя Фамилия Отчество Или имя Фамилия Или просто Имя Погоняла Имя Местная Погоняла Еще до того Как у него Погоняла На сказках Случилось Я половины Не помню Половины Вообще Не знаю Думаю Кто Все Эти люди По большей части Ну что-то Еще там Ока Отца У меня Еще было Сказками Когда Уже Углич Ру Практически Подыхал Когда Некий Дачник Не знаю Живой Вообще Нет Нет Какой-то Дофига Здоровый Мужик В книжном Работал Мне Еще Тогда Книжку Пообещал Про Македонского Так И Не Довез Что-то Бывал Ни Кто Стал Прототипами По Большей части Нет Думаю Надо Как-то Это Думать Что-то Фоном Ставить В этом Какую-то Основную Картинку А Вене Как-то Проще Ну Или Более-менее Проще Хотя У меня Там Еще Какие-то Мои Музыки Не Выложены Подкастом Конкретным Так Отдельно Плэлистом Только Белоконроуз Залила И Сегодня Я Еще Лежа В Телефоне Вспомнила Что У меня Есть Какое-то Приложение Пианино Думаю Запустится Или Нет Может Оно Только От Интернета Оно Духлайновая И Даже Что-то Проиграла И Что-то Даже Записала Что У меня Проиграла Сейчас Какая-то Дофига Мелодия Охрененная Но Сначала У меня Бурзнуло Какое-то Спамное Сообщение А Потом Бурзнуло То Что Вам Писал Какой-то Черный Свисер Ну Там Типа Какой-то Банк Предлагает Вам Презит Лучеб Просто Денег Подарила Лучеб Еще Сказала Я Принимаю Доллары Это Сенс Давай Сделаем Те Типа Вклад Лёля И Выведем Твою Ютубную Зарплату Без Посещения Банка Чисто Онлайн По Приложению Но Почта Банк По-моему Это Не Делает Зато Спамить Такими Кредитами Которые Никому Не Устрелись Мне По-прайней Мере Так Вот Я Записала Демелодия Одна Вариация На Моя Преподша По-композиторской Музыкальной Части А другая Так Что-то Так Лежала Так И проигрывала Пальцами Правда Второй раз Там Какой-то Еще Фоновый Шум Записался Я Помню Что У меня Была Какая-то Прога Через Которую Можно Было Через Клейф Миди Или Мп3 Файл Извлечь В ПДФ Кукноты Рукописные Ну В смысле Как будто Они Надо Вспомнить Найти Может Вы Сами Знаете Залью В Терегу Может Кто Свояет Мне Ну Найдет Мне Эту Пробу Которая Так Делала Хотя Там Ну Как Б Видно Че Нажимаешь Но Цифер Подписывают Либо Этими Символами Как Для Гитары Ой Я Думала Что Я Геморно Буду 300 Лет Ее Мыть А Подбубнеж Мой С Камерой С Стоящей На Стое И Жрущая Аккумулятора Я Кстати Поняла Что Мне Надо Быть Сюда Штатив Потому Что Какие То Вещи Можно Было Записать На Соню Но Мне Ее Не На Что Поставить Нужного Штатива Тут Только Если На Руке Что Снимать Природное Какая Черная Водень Такое Ощущение Что Желтая Точетка Тоже Как Дырочку Сейчас Пойду Окачивать Но Уже Без Камеры Как 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 Тусовка Я Хотел Съездить Наверите Это В субботу Будет Ох Все Потом Решетку Буду Мыть Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует